Кликхаус Добрый день. Меня зовут Филасников Артур. И сегодня я расскажу про векторный поиск Кликхаус. Прежде чем рассказывать свой доклад, я бы хотел узнать, сколько тут находится ярых поклонников Кликхауса. Поэтому поднимите руку, кто смотрел вчера релиз. Ага. Что ж, никто не смотрел вчера релиз, значит для всех будет новое то, что я сегодня буду рассказывать, потому что там был небольшой, так сказать, тизер. Вот. Ну, перейдем к презентации. Немного слов сначала о себе и как вообще появилась идея реализации векторного поиска. Я студент в FTI четвертого курса, и пару лет назад я стажировался в команде Кликхаус. Мне так понравилось работать над этим прекрасным проектом, что я решил и дальше продолжать добавлять какие-нибудь интересные фичи. И именно поэтому в рамках учебной практики я объединился со своими одногруппниками-единомышленниками, и мы вместе решили найти что-то абсолютно новое, что-то интересное, что-то полезное для людей. И именно такой задачей стал векторный поиск. Я уже несколько раз сказал в словосочетании векторный поиск, но до сих пор не определил, о чем вообще идет речь. Рассмотрим следующий пример. Допустим, мне очень сильно нравятся коты. И я нашел какого-то очень классного кота. И у меня есть датасет с большим количеством картинок. И мне хочется посмотреть, как можно, точнее, какое-то количество похожих картинок я хочу найти в нем. Что же мне делать? На помощь приходит клихаус. Мне достаточно взять мой датасет из картинок и с помощью какой-либо модели, предобученной или, может быть, которую я сам обучу, сопоставить картинки набор чисел. Этот набор чисел будет отвечать за те или иные признаки. Назовем набор чисел вектором признаков или эмбеддингом. И тогда, если я сопоставлю каждой картинке вектор, я смогу понимать, насколько они похожи. Да, для человека эти значения, которые показываются в признаках, не сильно читаемы. То есть мне, например, не говорит ни о чем число 1,23. Но зато можно определять схожесть картинок, потому что у похожих картинок будет меньше разницы в признаках. Тогда, если мы рассмотрим эти вектора в, например, L2 пространстве, то котики окажутся ближе друг к другу, чем щеночек, например. Прежде чем идти дальше, стоит сделать два очень важных замечания. Во-первых, абсолютно все операции, о которых я говорил, можно сделать, не выходя из клихаус. Для этого достаточно сохранить либо в виде путей до картинок, либо в виде каких-нибудь ссылок все картинки, которые есть в датасете, и использовать UDF, чтобы получить с помощью предобученных моделей эти вектора. Второй интересный вывод, который я хотелось бы сделать, это размер вектора. Ведь чем больше признаков мы выделяем, то есть чем больше количество признаков, по которым мы будем сравнивать, тем лучше мы передадим структуру всех этих картинок и с большей вероятностью найдем действительно похожие. Помня эту информацию, давайте посмотрим, как зависит скорость выполнения запросов от размерности вектора. Вы видите запрос, который находит номера всех картинок, которые близки к нашей исходной картинке X. И если мы посмотрим этот запрос для размерности 256, то он окажется в два раза быстрее, чем для размерности 512. Почему же это происходит? Во-первых, сами функции расстояния зависят от размерности эмбеддингов. Во-вторых, увеличивая количество признаков, мы сохраняем большее количество информации. А значит, нам необходимо считывать с диска в два раза больше информации в данном случае. Именно эти операции и занимают большую часть времени. Но работать так долго с такими запросами не хочется. Поэтому хочется как-то оптимизировать их. Что же можно в этом случае сделать? Во-первых, можно ускорять сами функции расстояния. Но этим уже и так многие занимаются. И в принципе они в оптимальном состоянии сейчас находятся. Во-вторых, можно было бы придумать какой-нибудь способ, чтобы экономить на чтениях. То есть, хотелось бы заранее угадать, какие данные стоит читать, а какие нет. И опытные пользователи ClickHouse, наверное, догадываются, что по хуже логику как раз осуществляют индексы. То есть, хотелось бы, наверное, реализовать какой-нибудь индекс. Но прежде посмотрим, как решают эту проблему в принципе. Существует очень актуальная задача, приближенный поиск соседей. И у этой задачи есть целые сайты с бенчмарками, которые анализируют, какое решение лучше, какое быстрее работает, какое точнее работает и так далее. И самое интересное, что эта задача актуальна и новые решения появляются до сих пор. То есть, даже в процессе нашего разработки индексов появилось около, по-моему, 2 или 3 новых реализаций. Мы, собственно говоря, должны были из этого огромного-огромного множества индексов выбрать те, которые были бы интересны. Которые бы были, во-первых, надежны, потому что мы добавляем довольно новую фичу. Не хотелось бы еще и разбираться в ненадежности кода, который лежит под ней. Во-вторых, мы, собственно говоря, искали те, которые работают быстро и качественно. То есть, показывают хорошие результаты на бенчмарках. И третьим признаком стала сериализация. То есть, индекс должен уметь записываться на диск, потому что на данный момент так работают все индексы в Клихаус. И это привело нас к пяти следующим алгоритмам. Рассмотрим каждый из них чуть-чуть подробнее. Первый алгоритм — это HNSV или Hierarchical Navigables Moral World. Этот алгоритм довольно известное решение для этой задачи, а именно задачи нахождения ближайших соседей. Он участвует практически во всех реализациях каких-либо проектов, что я видел. Поэтому у нас не было никаких сомнений о том, чтобы взять его. Второй алгоритм был Anoy. Это библиотека Spotify. Она показывала неплохие результаты на бенчмарках, но больше всего наше внимание привлекло размер индексов. Ведь у Anoy они были действительно очень-очень маленькими по сравнению с другими реализациями. Следующей библиотекой стал Face. Это библиотека Facebook. Она набрала порядка 12 тысяч звездочек на GitHub. То есть этим решением актуально пользуются. Его поддерживают разработчики. И довольно любопытным в этом ключе стала возможность комбинировать разные алгоритмы. То есть там есть не только сами построения индексов, но и возможная предобработка, какие-нибудь там повороты данных, отображение в меньшие пространства и так далее. Все это довольно актуально, потому что больше вариантов, как можно обработать свои данные. Следующим стал диск NN. Как очевидно из названия, он хорошо работает с дисками. Поэтому проблем с стерилизацией и десерилизацией у нас не могло возникнуть. И также эта библиотека была написана Microsoft, поэтому хочется верить, что код там надежный. И последняя библиотека, которую мы рассматривали, был Scan. Это алгоритм Google, который показывал лучше всех себя на бенчмарках на тот момент, когда мы их смотрели. Поэтому мы решили его попробовать тоже. Я перечислил алгоритмы, но не совсем понятно, как на их основе реализовать работающий индекс. Поэтому сначала обратим внимание, как в целом устроены индексы в ClickHouse. Все данные, которые обрабатываются, группируются в гранулы. Это такой набор, который будет считываться, писаться и обрабатываться, как единое целое. Во время создания таблицы, а именно во время создания индекса, пользователь может выбрать, на каком количестве гранул будет строиться индекс. Этот параметр называется granularity. И когда наши индексы построены, мы с их помощью решаем, должен ли участвовать весь набор данных в запросе или нет. Я обращу внимание, что мы решаем сразу за весь набор данных, чем это может обернуться в случае наших алгоритмов. А именно вспомним, что они выглядели, что и графики выглядели так. Это означает, что они неточные. То есть есть некоторые взаимоотношения между скоростью работы алгоритма и точностью. А значит, у нас из-за ложных срабатываний мы либо будем обрабатывать, наоборот, слишком много гранул, поскольку мы все гранул оставили, либо можем случайно упустить очень актуальные данные. И это непорядок. К тому же индексы возвращают ближайших соседей. И чтобы оптимизировать функции самого индекса мы должны отвечать либо да, либо нет. То есть либо весь набор гранул участвует в запросе, либо нет. А это означает, нужно придумать какую-то эвристику, по которой отбирать гранулы. Опять же, это неудобно. Именно поэтому у нас появилась идея создать совершенно новый вид индексов. Approximate nearest neighbor indexes в честь задачи, которую, собственно говоря, они решают. В чем отличие от предыдущей картинки? Можно заметить, что вместо всего набора гранул будут участвовать лишь некоторые. Как это работает? Когда нам приходит запрос на нахождение ближайших соседей, мы передаем количество, которое мы хотим найти, в алгоритм. Алгоритм вернет нам строчки, в которых находятся эти ближайшие соседи. И тогда мы пометим гранулы, в которых нашлись эти строчки, как нужные. Таким образом, мы избавляемся от всех ненужных строк и оставляем только нужные. И при этом у нас нет необходимости придумывать какие-то оценки на весь набор гранул. Звучит здорово. И выглядит здорово, потому что результаты, которые мы получили, были воодушевляющими. Слева вы видите запрос без индексов, а справа все подряд индексы, которые мы пробовали. Обращу внимание еще раз на вид запроса, который можно увидеть снизу. То есть мы находим ссылки на всех картинки, которые находятся близко к нашему вектору x. То есть мы ищем n картинок, близких к вектору x. И все абсолютно индексы ускорили запрос от двух до четырех раз. Но это замечательно. Кажется, что тогда можно было бы уже бежать и выбирать себе алгоритм, строить индексы и работать с ними. Но не тут-то было. В процессе интеграции случились некоторые проблемы. Например, скан вообще не был добавлен. С ним случилась некая драма. Ни за что не догадайтесь, какая. На самом деле, довольно скучная драма. Он просто не собрался. Также еще отдельный пункт, который здесь не упомянут, это прохождение всех тестов в ClickHouse. Но об этом можно было бы рассуждать еще на один доклад. Поэтому рассматривать этот пункт я не буду. Посмотрим подробнее на те пункты, что я упомянул. Как я уже говорил, скан не собрался просто из-за зависимости от TensorFlow. Есть и другие библиотеки, например, Face и DiskNN, которые зависели от OpenMP. И интеграция с OpenMP оказалась тоже не самой простой задачей. И поэтому они пока находятся лишь на стадии разработки. Следующей проблемой, которой мы столкнулись, это была структура, для которой применяются индексы. Изначально все функции расстояния почему-то были реализованы для TAPL. Поскольку TAPL имеет фиксированный размер и, соответственно, удобно его считать. Но именно для нашей задачи эта структура является не самой оптимальной. Намного лучше подходит Array. Почему так? TAPL хранит все свои данные как совокупность колонок. То есть для каждого элемента строится отдельная колонка. И, соответственно, из-за такой сложной структуры сама сериализация и десериализация работают долго. И, в принципе, доставать элементы тоже сложно, потому что они находятся в разных столбцах. Поэтому такая структура оптимальна для каких-нибудь задач, когда есть разные типы. Но в нашей задаче это звучит не очень хорошо. И поэтому лучше работать с Array. Как вы видите, результаты запросов на TAPL и на Array отличаются кардинально. Буквально в 4 раза быстрее работают Array. И, соответственно, при переходе на новую структуру некоторые индексы перестали показывать столь воодушевляющие результаты. Еще одной особенностью стала менее тривиальная зависимость от гиперпараметров. Если посмотреть на сайте, то можно увидеть соотношение recall к скорости и делать вывод на том, что хочется использовать именно такой или иной индекс. Но в нашем случае еще есть такая вещь, как сериализация и десериализация. Нам нужно читать индексы. Соответственно, размер индекса имеет огромное значение. И, например, когда мы пробовали для HNSV, мы взяли библиотеку, в которой было необходимо еще и частично записывать сами данные. И из-за этого индекс аж в два раза превысил размер исходных данных. Ну, как вы понимаете, никакой оптимальности тут речи быть не может. Индекс просто читается дольше, чем и сами данные. Следующей проблемой оказался recall. Он оказался всего 6%. Что такое recall? Это полнота. И в нашем случае она показывает долю найденных индексами значений среди истинных. Истинными я называю запрос без индекса, то есть где нет никаких приближений, и в лоб пересчитываются все расстояния, сортируются и находятся ближайшие элементы. Но так ли это плохо, что полнота такая маленькая? Неужели индексы настолько приближенно работают, что ими нельзя пользоваться? Для этого лучше на самом деле посмотреть не на полноту, а на точность. И лучше всего, точнее на моем датасете было удобнее всего, посмотреть на это визуально. Например, я сделал запрос на котят-рыси. Это те, которые слева. И мне выдало следующие 4 картинки. Согласитесь, это довольно похожие картинки, потому что нашлись какие-то котята или рысята или взрослые особи рыси. То есть в целом точность хорошая. Но я перечислил много плохих ситуаций, которые у нас возникали в процессе разработки, но очевидно была и хорошая нотка, а именно одной. Он превзошел все наши ожидания, потому что он прошел через все предыдущие недостатки, и им уже можно пользоваться сейчас. Он буквально был анонсирован на вчерашнем релизе. Прежде чем я перейду показывать результаты, которые выдает этот индекс, я немного опишу сам алгоритм, чтобы было понятнее, как он работает и почему все так работает. Он разбивает пространство из всех данных на отдельные части. Делает он это с помощью выбора вектора рандомным способом. То есть случайным способом выбирается вектор и происходит разбиение. И так происходит некоторое количество раз. И можно построить несколько таких разбиений. Ведь если мы построим несколько случайных разбиений, то у нас есть больше шанс, что мы более точно найдем объект. Посмотрим на результаты, которые предоставил нам одной. Во-первых, стоит обратить внимание на зависимость от гранулярности. Это тот самый параметр, который отвечает за количество гранул в индексе. Очевидно, что чем больше гранул у нас в индексе, тем больше мы будем ускорять запрос. Ведь у нас больше гранул будут опускаться. И поэтому вообще в целом все запросы ускорили порядка пяти-четырех раз. Так что это здорово. Следующим важным пунктом является потребляемая память. Как я говорил, некоторые индексы на этом пункте даже отсеялись просто потому, что стали больше, чем сами данные. И оно и в этом плане оказалось прекрасным примером, потому что его объем не превышает буквально 3,6 гигабайта уже хватало на получение довольно точных результатов. В чем еще особенность по потребляемой памяти? Вспомним, что мы строим какое-то количество разбиений. И ведь это одинаковые с точки зрения структуры разбиения. Да, они отличаются самим разбиением, то есть выбором векторов, но при этом сама структура у них такая же. А значит, память, которую мы выделять будем, зависит буквально линейно от параметра, то есть от количества построенных разбиений. И это удобно, потому что можно примерно оценивать, сколько будет индекс занимать по памяти, и намного проще подбирать трейдов занимаемой памяти и точности. Еще одной важной темой является лимит. Лимит в данном случае немного особенный. Он не просто отвечает за то, сколько данных хочется получить и отображать, но если мы вспомним реализацию, он также отвечает еще и за то, сколько данных найдет наш алгоритм. А это означает, что с увеличением предела на самом деле увеличивается время значительно из-за того, что мы дольше будем искать сами данные, но при этом увеличивается и точность. Однако вот я сказал, что точность увеличивается, но почему-то рекол опять не превышает 7%. Неужели у этого индекса все плохо? Ну и как раньше проверяем глазами. Делаем запрос, картинку рыси, и мне выдалось рысь или коты, которые похожи на рысь. Звучит, как будто индексы работают хорошо. У некоторых зрителей мог возникнуть вопрос, что если эти индексы просто натренированы на котов? Я вот все показываю примеры, они все о котах да о котах. Вдруг она не работает на просто произвольных картинках? Для этого я взял еще раз случайную картинку, и это оказалась сова нарисованная. И как вы видите, нашлись действительно похожие картинки, что важно отметить, что нашлись не просто совы, а тоже нарисованные совы. Так что это говорит о хорошей точности. Но я говорил уже несколько раз про точность самих индексов, однако не стоит забывать, что на их точность влияет и качество построенных эмбеддингов, то есть векторов признаков. Ведь если наша модель плохо передает структуру картинок, то как мы можем надеяться, что индекс справится с этим? Поэтому стоит разумно выбирать модели, которыми вы предобрабатываете свои картинки. помимо этого стоит отметить, что вставки становятся значительно дольше. И это не в 10 раз, а порядка 100 или даже тысячи раз. Почему это происходит? На стадии вставки индекс обучается на данных и запоминает структуру. На это требуется время. Соответственно вставки становятся дольше просто из-за того, что приходится обрабатывать данные и записывать сам индекс. И именно поэтому индексы вообще говоря рассчитаны на сценарий, когда у нас select запросов во много раз больше, чем insert. То есть когда мы чаще смотрим. Однако раз уж эта фича добавлена, то ее уже наверное можно активно использовать. И для того, чтобы понять как именно ее использовать, можно просто подумать, где используется сам по себе векторный поиск. Это может быть и распознавание лиц, которое делается в принципе аналогично тому, как мы сделали распознавание картинок. И это может быть какой-нибудь поиск плагиата, ведь текстом тоже можно сопоставлять эмбеддинги, которые будут передавать суть или какие-то определенные черты текста, по которым можно было бы определять их схожесть. А значит, можно использовать крихаус для решения этой проблемы. Также можно еще удобно как-нибудь, например, партить логи на схожесть и так далее. Помимо этого, если обобщать применение, можно сказать о рекомендательных системах. Ведь для всего, то есть для аудио, видео, текстов, можно найти какие-то модели, которые будут отображать их в признаковое пространство. А значит, мы снова вернулись к нашей задаче и находим просто N ближайших элементов. и под конец я хотел бы показать, насколько хорошо работают индексы. Я подключаюсь к серверу и хочу сделать запрос. Это тот самый запрос, о котором я говорил все это время. То есть я нахожу ближайших четырех соседей по L2 метрике. При этом, если вы обратите внимание, то в названии присутствует array 25, то есть размерность гранул у меня 25 была взята. Специально, чтобы работали быстрее. Как вы видите, запрос уже отработал. И в качестве исходного элемента я искал котят-рыси. То есть это тот самый-самый-самый первый пример. Как вы видите, это действительно те самые картинки, которые я показываю. На что стоит обратить внимание? Во-первых, сам запрос отработал всего за 1,3 секунды. Запрос без индексов занимает порядка 70 секунд. То есть у нас получилось огромное преимущество по времени. И снова можно понаблюдать на милого котенка. Что еще стоит обратить внимание в запросе, так это использование такой штуки, как таргет. Вообще говоря, в запросе должен быть написан сам массив. Но в клиенте клихауса есть такие удобные вещи, как параметры. И вы можете не писать постоянно какой-нибудь вектор длины 512, а просто сохранить его в переменную таргет и нехитрым образом делать запросы, избегая длинных записей. Ну и вот последняя картинка как раз та, которая была на слайдах ранее. Что еще стоит отметить? Хоть это и фича и экспериментальная, но над ней ведутся работы. Еще есть много идей по поводу оптимизации. Алгоритмы, которые были, они не заброшены. Мы просто чуть дольше их делаем, но так как у нас был добавлен уже один индекс, дальше дело пойдет намного проще. И моя презентация подходит к концу. Вы можете посмотреть код по QR-коду, который я привел. На самом деле после этой презентации вам будет легко разобраться в том, что там написано. И также можете оценивать доклад. А сейчас я предлагаю позадавать вопросы, и за лучшие вопросы будут выданы такие же классные футболочки с кликхаусом, как у меня. Потому что кликхаус не тормозит. Давайте допрашивать спикера, пока ему некуда сбежать со сцены, и благодаря сцене у него плюс 20 к хитрости, коварству и красноречию. Минус 20 к внимательности, но она здесь на сцене и не нужна, пока ты не пытаешься Артур, спасибо большое за доклад. Очень классно. Вопрос такой. Вот у многих перечисленных решений по векторному поиску есть одна проблема, что если хочется в этом векторном пространстве сделать какой-то фильтр, продуктово часто возникают проблемы, и потом уже после фильтра найти ближайших соседей, это часто проблемно, мало где реализовано, приходится что-то выдумывать. Кликхаус сам по себе такая база с SQL-запросами, где просто напрашивается то, что можно как-то помимо поиска ближайших соседей еще как-то фильтровать. Вот, и вопрос в том, делали ли вы какие-то бенчмарки, где помимо векторного поиска, например, либо предварительно сделана фильтрация данных, либо после уже векторного поиска делается какая-то фильтрация по данным по какой-то другой колонке. Да, спасибо за вопрос, это действительно интересный вопрос. Мы не делали на самом деле таких бенчмарков, потому что мы просто пока решали саму задачу. Но гипотетически вам ничто не мешает сделать заранее view и на него потом применять вот эти запросы с индексами, они будут ускоряться. Еще до вопрос, то есть и в рамках этих view будут строиться типа отдельные иной индексы под вот каждую такую view, грубо говоря, чтобы понимать механику? Это будут разные стадии фильтрации, поэтому запрос будет фильтроваться все так же. Это все те же будут использоваться индексы, просто уже немножко отфильтрованы предыдущим wear-ами и так далее. Понятно, спасибо большое. Те, кто задавал вопросы, не расходитесь, потому что спикер будет ходить по залу и раздавать призы. Так, у спикера больше одного приза, поэтому включайтесь в игру. Добрый день. У меня такой вопрос, наверное, больше из области high-low. Вот первый момент, у вас там был слайд, где вы демонстрировали, что от параметра granularity у вас это влияло на скорость поиска. Есть какие-нибудь рекомендации, как этим можно granularity рулить и влиять на скорость поиска? У меня два вопроса, это первый вопрос. Давайте по очереди буду отвечать. Вы можете из своих соображений понимать, что вам важнее. Потому что если вы увеличиваете granularity, на самом деле у вас больше шанс того, что вы начнете пропускать больше гранул, и это будет влиять на точность. То есть чем больше granularity, тем, естественно, будет быстрее работать запрос. И можете увеличивать его сколько хотите. но чем больше вы также теряете точность. То есть это скорее вопрос трейд-оффа, какой вы выберете для себя, что вам важнее, скорость или точность. Эмпирическим путем получается подбирать. Ну, можно частично ориентироваться на самом деле на бенчмарки, которые есть вот на сайтах посвященных задачи, INABENCHMARKS. Но, опять же, стоит делать поправку, что возникают неточности именно из-за того, что у нас еще индексы выбирают, фильтруют отдельно. И поэтому, на самом деле, чуть-чуть другая. Пока бенчмарков наших нет, но планируется их добавить, потому что это действительно интересно было бы посмотреть, как отличаются бенчмарки от исходных. И второй вопрос. Спасибо. Вы сказали вот такую фразу, что, когда идет интенсивная вставка записей, у вас идет обучение индекса. Вот можно про это подробнее? То есть, если мы, допустим, у нас, ну, скажем так, один и тот же сэмпл данных постоянно вставляется, вставляется, идет обучение индекса, он какой-то, ну, ограниченный во времени, он обучился, он понял, что за данные, и все, и на этом он больше не обучается, ресурсы не ест. Или это постоянный процесс? Тут даже, наверное, это еще более интересный вопрос. Его стоит отметить, что сами инсерты, то есть на каждый инсерт, независимо, будет обучаться индекс. И вот когда, собственно говоря, процесс самого инсерта закончился, то все, индекс готов. Но если у вас несколько инсертов, они же будут вставляться в разные порты, то есть части. И поэтому на самом деле, когда мы мерзжем части, данные начнут перемешиваться. И тогда возникает еще раз процесс обучения индексов, потому что гранулы уже немножко переформировались. То есть сам процесс инсертов, обучения, точнее, индексов, он только на время инсертов завязан. Но потом, возможно, еще повторное обучение индексов, когда вот происходит мерзж отдельных портов. Левая часть зала фронт-энд. Да, спасибо большое за доклад. Интересно. А вот этот алгоритм одной, он относится вот прям к самым точным, то есть он гарантированно выдаст ровно ближайшие самые вектора или может что-то потерять? Вот параметр как раз recall, он и показывает, что находятся не прям самые ближайшие. То есть мы жертвуем самыми лучшими результатами, но находим результаты, которые действительно похожи. Жертвуем полнотой, но при этом получаем преимущество по времени и сохраняем точность. А вторая категория, вот они чисто математически дают точно, абсолютно ближайшие расстояния. Сейчас, я немножко не понял ваш вопрос. Нет, но я имею в виду, что есть ли алгоритм, который гарантированно выдает самый лучший результат сверху потом. Ну, вообще, возможно, такие алгоритмы есть, но мы рассматривали именно приближенные, потому что они как раз по времени занимают намного меньше времени по обучению и все-таки довольно быстро дают ответ. Понял, спасибо. Вопрос из интернета. Почему при увеличении granularity снижается точность результатов? Это довольно просто объяснить. Я даже лучше покажу картинку, чтобы мы вернулись. Чем больше granular мы используем, тем больше granular могут быть пропущены. Как я и говорил, мы будем делать запрос с лимитом. И вот то количество строк, которые найдет наш индекс, оно будет аргументироваться лимитом. И, соответственно, мы будем выбирать только некоторые из набора гранул. Поэтому мы больше пропускаем, соответственно, меньше точность. Центр зала, фронт-энд. Спасибо за доклад, было интересно. Ты рассказываешь, что при insert-ах именно происходит обучение, именно в момент insert-а получается, что сама вставка, она замедляется на несколько порядков, по-моему, сто раз. Не рассматривали там такие варианты, чтобы вот это обучение производить потом в отрыве уже от данных. То есть, да, там какая-то неконсистентность будет, но там в фоне она там будет уже, ну, эта консистентность восстановится. Ну, если я правильно понял вопрос, вообще говоря, insert-ы никак не блокируют допуск самим данным. То есть, нельзя будет прочитать те данные, которые вот вставляются insert-ы, на которых еще не обучен индекс. Но все предыдущие данные ведь можно прочитать с помощью селектов. То есть, я не совсем понимаю, в чем именно заключается вопрос. Процессы, которые раньше вставляли, они теперь замедлятся. Ну, возможно, в сто раз. И для каких-то систем, возможно, это будет критично. Ну, в общем, мы пока не думали над изменением процесса обработки таким радикальным способом. И пока мы только сделали, что вот пока идет insert, идет и обучение. То есть, они вместе выполняются. И это упрощает, собственно говоря, всю логику, как и селектов. То есть, нам не нужно смотреть, на каких данных индекс есть, на каких нет. так и в целом мы не нарушаем никак совместимость. Другие индексы работают плюс-минус также. Понятно. И вот эта вот картинка индекс-интесис, здесь получается, что вот когда мы первую запись ставили, то система обучается, она каким-то образом определяет один вектор или она определяет вот как здесь нарисовано 5 векторов? Обучение происходит на всех данных, которые вставляются. То есть, в данном случае, вот здесь гранулярность 5. То есть, на всех пяти гранулах будет построен индекс. И для каждого отдельной сущности индекса это обучение происходит независимо. Поскольку у нас могут быть данные как-то распределены неравномерно и именно важно запоминать в пределах нашего индекса данные. Вот. Как-то так? Понятно. Спасибо. 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 .